Военно-воздушная академия Соревнования по гиревому спорту проходят ежегодно в соответствии с планом деятельности управления физической подготовки вооруженных сил Российской Федерации. Этот вид спорта пользуется у военнослужащих популярностью и входит в состав военной спартакиады. В чемпионате приняли участие 9 команд, представляющие войсковые части и военно-учебные заведения военно-воздушных сил России. За победу боролись 80 спортсменов, среди них кандидаты и мастера спорта. Гиревой спорт всегда в вооруженных силах пользовался популярностью, авторитетом, потому что менее затратный, так скажем, не надо больших затрат для занятий этим видом спорта. Есть спортивный уголок, и гири там всегда присутствуют, и в наслужащие с удовольствием занимаются именно этим видом спорта, который позволяет им поддерживать свою физическую форму в хорошем состоянии. Чемпионат проходил в течение двух дней. В первый день спортсмены выполняли упражнения по двоеборью. Это толчок двух гирей от груди и рывок гири. Выступаю в гирях занимающую лет 10 после училища, которое закончил в 1997 году. Даже уже 12 лет. Впервые в жизни стал чемпионом военно-воздушных сил. Это был пятый, шестой, был вторым два года назад. Вот родные стены помогли. Как в любом спорте, это цель. Если цели не будет, то в любом виде спорта, так же, как и в гирях, ничего не добьешься. Кропотливый труд, по чуть-чуть, чтобы улучшить результат на 2-3 подъема. Нужно будет затратить очень много сил. Второй день соревнований начался с проведения эстафеты. Участники команд по очереди в течение трех минут выполняли упражнение подъем гири, после чего очки суммировались и определялись победителем. Раньше была такая система спортивных рот, центров по подготовке спортсменов, где именно профессиональные спортсмены у нас содержались. В последнее время от этого ушли и больше внимания уделяем массовости, чтобы больше участников принимало участие именно с войск. Не просто профессионалов какой-то вывернули, а они выступили за команду. Сейчас массовость именно от полка, выше, выше, выше. И вот, если бы наслующий, так скажем, занимается постоянно, он может достигнуть уровня от победителя воинской части до уже чемпионата военно-воздушных сил. Поэтому уровень, он, конечно, ниже, чем в прошлые годы, именно по мастерству. Но массовость задействованного наслующих по всем войскам, он больше. И это больше эффект дает. По итогам двух дней соревнований третье место в общем командном зачете завоевали спортсмены первого командования ВВС и ПВО город Воронеж. Второе у четвертого командования ВВС и ПВО город Ростов-на-Дону. Чемпионом по гиревому спорту 2013 года стала команда военно-воздушной академии город Воронеж. У меня так получилось, что когда я сюда поступал, на первом курсе у нас набиралась команда курса. Но мне посоветовали, посмотрели на мое телосложение, посмотрели и посоветовали мне заняться именно этим видом спорта. Я попробовал, у меня получилось, так втянулся и продолжать заниматься именно им. За эти годы я неоднократно чемпион Воронежской области. Третье место занимал на вузах вооруженных силах. Ну и вот первое место на чемпионате военно-воздушных сил. Чемпионат в целом прошел хорошо. Мне очень понравилась организация чемпионата. Хорошее судейство, очень хорошие награды. Ну, в целом неплохо, конечно, да. Достаточно высокий уровень был. Все довольны были, я в том числе. По сути, чемпионат военно-воздушных сил по гиревому спорту носил отборочный характер. По его результатам определилась команда спортсменов, которым предстоит защищать честь ВВС уже на чемпионате вооруженных сил Российской Федерации в первых часов февраля в городе Смоленске.